Добрый вечер! Спасибо большое, что несмотря на погоду довольно-таки морозную вы добрались сегодня к нам и мы с вами поговорим о экзопланетах. Итак, вот план моего доклада. Почему я считаю, что сейчас очень актуальна эта тема и о ней следует говорить? С моей точки зрения мы где-то находимся на уровне этого священника. То есть это знаменитая фреска, на ней изображен священник, который до этого верил в плоскую Землю и увидел мир, можно сказать, который представил Иоганн Кепле. Что на самом деле не все вращается вокруг Земли, что все вращается вокруг Солнца, по крайней мере планеты нашей Солнечной системы. Это очень сильно изменило мировоззрение людей в свое время. Сейчас с развитием науки, я считаю, мы сделали еще один такой очень важный рывок. В этот раз он связан с экзопланетами. И по ходу моей лекции я постараюсь это объяснить. Итак, что же такое экзопланеты? Я считаю замечательное определение, если исходить из принципа краткой сестра таланты, которое дано на сайте exoplanets.org. Значит, экзопланеты это планеты, которые вращаются вокруг другого Солнца. Причем нужно отдать должное, люди очень толерантны вокруг другой звезды, и они пометили не Солнце. Если вдруг инопланетяне будут читать это определение, они о них позаботились, что с нашей точки зрения это планеты, которые вращаются вокруг звезды, но не Солнца. Поэтому, если вы читаете, сидя на Альфа-Центавре, то все равно это будет где-нибудь ваша планета, экзопланета с точки зрения Земля. Хорошо. Ну, чтобы понять уже окончательно, что такое экзопланеты, давайте определимся, что же такое планета. Есть три основных параметра, которым должно соответствовать небесное тело, чтобы мы считали его планетой. У кого есть идеи и какие? Размеры должны соответствовать. Размеры. Что еще? Масса влияния на другие тела. Гратационное влияние на другие тела. То есть, если вокруг небесного тела нет спутников, это не планета? Или как? Нет, то есть, у нас должно быть огромное углове место. Она сама вращается к более массивному объекту. Вокруг какого объекта? Звезды. Вот, отлично, да? То есть, планета – это что-то, что вращается вокруг звезды, да? Прежде всего. Причем звезды типа Солнца. Вот здесь тоже такое важное уточнение, потому что мы еще знаем нейтронные звезды, да? Ну, в принципе, экзопланета – это все-таки что-то, что вращается вокруг звезд типа Солнца. Ну, то есть, газом, шариком, да? Не черных дыр и не нейтронных звезд. Первое объединение – это что-то, что вращается вокруг звезды. Дальше. Какие еще есть идеи? Что-то было про массу. А какая масса, да? Давайте определимся, какая должна быть масса. То есть, как мы можем задать параметр массы? Ну, такая масса должна быть, чтобы гравитация спрояла референциированию речевины, то бишь, чтобы планета под своей массой стала споричной. Точно. Это буквально слово в слово, как записано в резолюции Международного Странномического Союза. Небесное тело под действием собственной гравитации должно приобрести форму шара. То есть, если у нас тело недостаточно массивное для этого, то это будет астероид, там, что угодно, комета. Но почему это так важно? Потому что, когда у нас действительно масса достаточно большая, чтобы тело приобрело форму шара, внутри возникает тектоника, мы имеем вулканическую деятельность, мы имеем атмосферу. Исходя из этого, это сразу гораздо принципиально другой объект, чем просто астероид, да? То есть, кусочек камня, который летает в космосе. Это очень важный момент. И третий, вот вскользко было сказано. Кто знает, почему Плутон теперь у нас не планета? Ну, вообще, многие планеты общаются по эликсам. Это... Ну, то есть, он круглый, да? То есть, он достаточно массивный, чтобы стать круглым. Он однозначно вращается вокруг звезды, но он не планета. Ну, вернее, он был планетой, но потом решили, что он не планета. Почему так решили? Ну, это... Грабло поменял. Вот там таких, как вин... Ну, что... По образу. Вот там таких, как вин, обо схожих на нем... Дуже богато. Дуже богато. Это верно. Да. То есть, на самом деле, правило звучит следующим образом, что небесное тело должно очистить траекторию своего вращения от других тел, чтобы, грубо говоря, там быть доминирующим. Тогда мы говорим, что это планета. Плутон не смог очистить свою траекторию, и он называется у нас объектом пояса Койпера. Поскольку обнаружили еще большое количество объектов на этой траектории, то теперь считается это просто объект пояса Койпера. Отлично. Да, и, кстати, резолюция 5b, она как раз декларировала три этих правила, и резолюция 6b заключается в том, что сказали, что Плутон больше не планет. Есть ссылочки. Я думаю, мы, если будем вкладывать в открытый доступ, вы сможете оригинал прочитать и убедиться. Отлично. Как же возникает резопланета? Давайте разберемся. Все знают, как образуются звезды. У нас есть облако газа и пыли, которое постепенно начинает сжиматься, сжиматься, сжиматься. Сжимается настолько плотно, что в недрах начинается термоядерная реакция, часть вещества сбрасывается наружу, часть его улетает далеко, часть все-таки остается гравитационно связана с центральным объектом, со звездой. И вот из этого облака газа и пыли, собственно говоря, этот процесс здесь обозначен, потом и образуются планеты. То есть потихоньку комочки начинают увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться и дорастают до таких объектов, что становятся планеты. Это происходит на ранних стадиях эволюции звезды, то есть, собственно говоря, при рождении звезды. Поэтому сформировать планету без рождения звезды очень сложно. Так. Была такая теория. Ну, теперь, благодаря вот этому замечательному инструменту, называется он «Пальма». Это телескоп, который находится в пустыне Атакама, на высоте 5000 метров. На самом деле, это целая группировка из вот таких вот тарелок. Всего их у нас 66 штук. И вся прелесть в том, что они еще могут перемещаться. То есть, на самом деле, во время работы вот эти тарелки сериалически ездят из стороны в сторону, чтобы оптимально настроить параметры этого инструмента. На самом деле, он изначально создавался для того, чтобы анализировать протопланетные диски. И большинство информации, которую мы получаем, в основном, связано именно с Альми. Значит, он сделал вот фотографию в 2014 году. Это никакая не придется. То есть, это действительно реальная фотография. То, что мы видим. Это очень молодая звезда. И череп Тельца. Она сформировалась порядка миллиона лет назад. И вот здесь, вот в протопланетном диске, вот эти вот черепи, которые мы видим, это действительно результат зарождающихся планет. То есть, вот в этом диске вот прямо сейчас формируются планеты, и мы это непосредственно видим. Вот. Я там был в этом уверен, ну, как большинство научного сообщества в 2014 году, что так и есть. Однако, нашлись люди, которые сказали, что, да, теоретически мы это видим, но в протопланетном диске есть газ и есть мельчайшие частицы пыли. И вот это изображение теоретически мы могли получить из-за изменения распределения частиц пыли. Вот. Но газ мог быть распределен равномерно. Это могла быть такая иллюзия оптическая. Однако, в 2016 году уже достоверно удалось показать, что как минимум на двух орбитах также есть вот такие щели в распределении газа. Это вот здесь вот эта вот картиночка. И как минимум в этом диске вот две планеты действительно на самом деле образуются. Поэтому это уже, грубо говоря, не просто теория, это уже подтвержденный факт. В этом мы можем быть уверены. То есть, именно таким образом и зарождаются экзопланеты. На данный момент известно порядка трех тысяч экзопланет. Это уже надежно подтвержденные то, что мы знаем наверняка. Еще порядка трех тысяч есть кандидатов в эту планету. Вот. Каким образом их находят? Все дело в том, что когда вы смотрите на далекую звезду, вам очень сложно увидеть возле нее планету. Проблема заключается не в том, что наши инструменты не настолько совершены, чтобы ее увидеть. Проблема в том, что звезда светит очень ярко. И своим светом она просто затмевает все. Простой пример, который можно привести. Если бы здесь сейчас рядом со мной стоял Брэд Питт, я сомневаюсь, что кто-нибудь бы заметил вообще мое присутствие. Он бы просто своим светом, как звезда, затмил бы все. И для того, чтобы увидеть рядом планету с ярким источником, нам нужно каким-то образом заслонить свет этой звезды. Каким образом это делать? Один из вариантов, можно делать это программно. На самом деле это очень сложно. И вот из всех трех тысяч там есть порядка десятка планет, которые мы смогли непосредственно увидеть. Вот здесь вот мы видим вот эти вот точечки и вот здесь вот эта точечка. Это изображение на самом деле планет. То есть мы их видим. Мы тоже можем с уверенностью сказать, что эти планеты существуют. Почему? Потому что мы просто непосредственно их наблюдаем. И как бы вот эта система HR 8799 является хорошим примером того, насколько бурно развивается эта отрасль науки. Данный снимок был получен в 2008 году. В свое время это был рекорд. То есть около звезды мы увидели три планеты. Да, вот это вот в центре это звезда. То есть там была звезда, ее просто вычли на снимке, чтобы можно было разглядеть все остальное. Вот. Но на данный момент уже смогли обнаружить еще одну четвертую планетку. Более того, уже сделали гифку, на которой мы видим непосредственно вращение этих планет вокруг звезды. То есть и не прошло еще даже десяти лет. То есть эта отрасль науки развивается просто астрономическими темпами, можно и так сказать. Отлично. То есть это хороший аргумент с той точки зрения, что мы можем непосредственно их увидеть. Но, к сожалению, я уже сказал, только порядка десяти планет таким образом смогли найти. На самом деле это не тривиальная задача и очень сложно дослонить звезду. Каким же образом можно поступать в таком случае? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно ответить на вопрос, что вокруг чего вращается? Солнце вокруг Земли или Земля вокруг Солнца? У кого есть такие идеи? Нет. Есть разные люди. Потому что на популярные лекции приходят люди, которые свято уверенны. Если что-то взять на полу Земли, а на полу Ефига на Солнце? Нет. Ну, все-таки. Все-таки. Земля вокруг Солнца. Земля вокруг Солнца. Есть другие варианты? Покажем. А чем там это те, что затрягнуло Солнце? Ну, давайте скажем так. Давайте. То есть, возможно, это будет тема отдельной другой лекции. Но, на самом деле, ситуация заключается в том, что они вместе вращаются вокруг общего центра массы. То есть, поскольку Солнце действует на Землю, Земля действует на Солнце с той же силой. У них разница в массах очень большая. Поэтому просто их общий центр масс находится внутри Солнца. И, то есть, фактически, мы можем сказать, что Земля все-таки вращается вокруг Солнца. Но, если быть уже до конца честными, то на самом деле они вращаются вокруг общего центра массы. Ну, можно провести такую аналогию, да, если вы когда-нибудь видели, вот недавно были утренники. Если вы видели, как Дед Мороз приходит к детям с подарками, да, на него набегает толпа детей, каждый его дергает в свою сторону. Дед Мороз весит гораздо больше, чем каждый ребенок в отдельности. Но, вот, все-таки, слегка можно увидеть, как он отклоняется в положение равновесия, когда вокруг дети его бегают и дергают, просят подарки. Приблизительно, такая же ситуация происходит и со звездами. То есть, если вокруг звезды вращается планета, она воздействует на нее и слегка отклоняет ее от положения равновесия. Это очень тонкий эффект, но в последнее время люди научились его достаточно точно определять. И ситуация заключается в том, что когда мы видим звезду на небе, которая лыжется определенным образом, очень мало объектов, которые могут колыхать эту звезду. То есть, мы можем с уверенностью сказать, что вокруг нее вращается некая планета. И это уже такой более надежный источник определения экзопланет. Достаточно большое количество таким образом было найдено планет. Но проблема заключается в следующем, что таким образом очень хорошо находить массивные планеты. Потому что, чем планета более массивной, тем гораздо сильнее она будет колыхать свою звезду. И тем проще обнаружить этот эффект. То есть, маленькие и легкие планеты типа Земля очень сложно таким образом находить. Таким образом, легко находить планеты типа Юпитер, либо же больше. Вот именно таким методом была найдена эта планета. То есть, по сравнению с нашей планетой Земля, она во много раз больше, во много раз тяжелее. А всем нам хотелось бы обнаружить какую-нибудь планету, которая была бы подобна нашей Земле. Всем интересно найти что-то похожее на себя. И такая задача тоже решена. Если вернуться к нашему Бреду Питу, то есть, каким образом мне было проще всего обратить ваше внимание, если бы тут стоял Бред Пит? Мне нужно было просто начать ходить перед ним. Вот если бы я перед ним ходил туда-сюда, вы сразу бы заметили, что кто-то запоминывает вашу звезду. Вы бы обратили на меня внимание, стали бы кричать, не мешает. Вот. То же самое можно делать и со звездами. Если нам повезло, и траектория планеты проходит непосредственно по диску звезды, она слегка его затмевает. То есть, блеск звезды падает. Это тоже очень тонкий эффект. Там идет вопрос порядка десятых долей процента. Но, тем не менее, современные инструменты это могут сделать. Именно с такой целью был создан телескоп Кеппер. Его пришлось запустить в космос, потому что на Земле мы не можем делать такие точные измерения, поскольку атмосфера наша нестабильна. И вот это изменение в блеске более сильный вклад вносит атмосферу, поэтому на Земле такие измерения произвести очень сложно. Если мы уходим в космос, то без проблем мы можем обнаруживать этот эффект. Вот. Собственно говоря, это один из последних результатов миссии Кеппер на мае 2016 года. Вот здесь типы планет, которые он обнаружен. Вот этот вот столбик — это так называемый суперзерм. То есть это железно-каменные планеты, которые по размеру в полтора раза больше Земли, ну и по массикам в раз в десять больше. Ну, очень сильно похожи на нашу Землю. Вот это вообще копия нашей Земли. Вот это ледяные гиганты типа Нептуна. И здесь есть на этом графике очень радостная новость. Радостная новость заключается в том, что планеты типа Земля — самые распространенные во Вселенной. Почему я так утверждаю? Да, вы можете сказать, ну вот этот же столбик выше. Да? Здесь ситуация заключается в следующем. Мы должны учитывать, какие планеты нам проще обнаружить. И вот если мы сейчас возьмем и попробуем вспомнить звезд, не знаю, Голливуда. Да, вот всем вместе с залом. Ну, я думаю, там штук десять-вадцать мы без проблем сможем вспомнить актеров. Ну, один уже нам помогает, участвует в лекции. Ну, еще десяток мы без проблем с вами, я думаю, замечательно сможем найти. Но если я задам вопрос, а назовите мне фамилию работника ЖКХ Соединенных Штатов Америки, то я сомневаюсь, что мы всем залом хотя бы двух сможем назвать. Даже если очень постараемся. Может у кого-нибудь есть идея? Может трех кто-то сможет назвать? Нет. Здесь проблема в чем, что... Да, но мы все с вами понимаем, что работников ЖКХ в Соединенных Штатов Америки гораздо больше, чем звезд кинематографов. Я надеюсь, нет сомнений здесь ни у кого по этому поводу. Вот. Здесь проблема в чем, что звезды кинематографа, они чаще появляются на телеэкранах, они опять-таки гораздо ярче светят, нам проще их обнаружить. Здесь ситуация такая же. То есть мы можем найти небольшую железно-каменную планету методом транзита, когда она закрывает свет своей звезды. Но понятное дело, что от большой планеты эффект гораздо заметен. Поэтому обнаружить нам его проще. Если происходит такая ситуация, что мы практически одинаковое количество нашли двух объектов, но один объект нам обнаружить гораздо сложнее, значит распространение этих объектов гораздо больше. Логика ясна? Отлично. Вот. Поэтому хорошая новость. Планета типа Земля самый распространенный во Вселенной. Почему это хорошая новость? Потому что, как бы нам сильно не нравилось, как бы сильно мы не любили нашу родную планету, но суровая, правда, жизнь заключается в том, что рано или после нам придется с нее улетать. И здесь нужно поговорить о таком явлении, как зона обитаемости. Значит, что это такое? Это такое расстояние от звезды, на котором, если будет находиться планета, то на ней может существовать вода в плитком виде. Если мы придвинемся слишком близко к звезде, там будет слишком жарко, вся вода испарится и жить там будет некомфортно. Если мы идем слишком далеко, вся вода замерзнет, у нас будет водяной лед. А насколько мы представляем себе жизнь, ну, как минимум человеческого типа, то для ее существования нужна вода в жидком виде. Люди очень ярко обычно это понимают, там, в субботу с утра, после веселой пятницы. Вот, но тем не менее, даже простейшим организмам вода необходима для жизни. Поэтому, когда мы думаем о том, где может существовать жизнь в космосе, мы прежде всего смотрим вот в эту зону, так называемую зону обитаемости, где может существовать вода в жидком виде. Что же произойдет в будущем с нашим Солнцем? Оно будет увеличиваться в размерах и с каждым годом будет греть все сильнее и сильнее. И сейчас у него возраст 4-6 миллиарда лет, когда ему стукнет 12 с половиной, оно разбухнет, превратится в красного гиганта. И там на данный момент еще идут споры, то есть поглотит ли оно полностью Землю, либо же нет. Ну, в любом случае, жить на ней уже будет невозможно. Поэтому рано или поздно нам придется, ну, я не знаю, если кто-то собирается у нас здесь жить порядка 8 миллиардов лет. Вот, то в принципе нужно уже как бы подумывать, куда лететь. Это одна из причин. Но другая причина заключается в том, что если мы правильно понимаем, каким образом образовывается жизнь, ну, а как мы это понимаем, что если у нас есть жидкая вода и достаточно большое количество времени, рано или поздно жизнь там образуется. То есть пока парадигма такая. Ну, можно провести опыт, взять стакан с водой, оставить его на подоконнике и уехать куда-нибудь на полгода. Вернетесь, там точно кто-то зародится. Вот. То, в принципе, если мы находим планеты, которые находятся в зоне обитаемости, у достаточно стабильной звезды, то мы можем предположить, что есть ненулевая вероятность того, что на ней может существовать жизнь. Причем, да, я должен сделать такую ремарку, что когда я говорю может существовать жизнь, я имею в виду жизнь земного типа. Потому что, ну, далеко не факт, что жизнь может существовать только в таком виде, в котором мы привыкли. Вполне возможно существование жизни, которой мы даже не сможем опознать, что это жизнь. То есть, это достаточно сложный и, наверное, вопрос целой отдельной лекции, но я буду говорить про жизнь земного типа. Потому что всем нам интересно куда-нибудь прилететь, там, пожать четвертую лапу кому-то, поступать по второй голове и так далее. Здесь мы еще должны понимать, что когда мы наблюдаем, ну, звезды на самом деле бывают очень разные. Когда мы наблюдаем разные звезды, у каждой звезды зона обитаемости будет на своем расстоянии. Если это большая яркая звезда, то она будет дальше от звезды. Если она маленькая и слабая, то она будет гораздо ближе. На самом деле у нас уже есть достаточно большое количество потенциальных мест, куда мы можем переселиться, либо же там, где мы можем найти какую-то жизнь, возможно, даже разумную. И до недавнего времени идеальным кандидатом была планета Кеплер-452b. Почему она была идеальным кандидатом? Ну, во-первых, потому что звезда, вокруг которой вращается эта планета, является просто практически точной копией нашего Солнца. Она всего лишь на 10% больше. Практически один в один. Период ее вращения вокруг своей звезды, опять-таки, практически совпадает с нашим. То есть оно составляет 385 дней. Практически на живом. То есть расстояние абсолютно такое же. По размеру эта планета где-то в полтора раза больше нашей Земли. Но в остальном, по составу, она полностью напоминает нашу Землю. На данный момент нам неизвестно точно, есть ли там вода в жидком виде. Но большая вероятность того, что она там есть. И это просто копия нашей планеты. Если мы правильно понимаем, что в одних и тех же условиях, да, при прочих равных должны образовываться жизнь, то есть большая вероятность того, что, возможно, там существует жизнь земного типа. Либо же, если мы захотим когда-либо слетать на выходных на другую планету, то это, в принципе, отличный вариант. Единственная проблема заключается в том, что она находится на расстоянии 1400 световых лет. То есть лететь долго, но, в принципе, по крайней мере, у нас уже есть один неплохой кандидат. Так было до недавнего времени. И совсем недавно, именно в прошлом году, произошла сенсация. Все любят в конце года подводить 10 главных событий года. И вот это событие во всех научных журналах однозначно включалось в десятку. У ближайшей звезды к нам, которая находится всего лишь на расстоянии чуть больше 400 лет, была обнаружена планета. Это звезда Проксима Центавра. И что самое интересное, то есть вот просто бы обнаружить планету там, это была бы уже ассоциация, то есть старико. Его не побить. Еще ближе мы уже не сможем обнаружить эту планету. Вот. Но ситуация в чем, что эта экзопланета оказалась в зоне обитаемости. То есть на самом деле, буквально совсем рядышком с нами, можно сказать, у наших соседей, есть планета, которая является железнокаменной, и она находится в зоне, в которой на ней может существовать вода в жидком виде. Это на самом деле была просто сенсация. Потому что она близко, рядышком, то есть остался вопрос за мало, то есть собирай чемоданы и лети. Ну, либо же там посылай радиосигналы, жди ответы. То есть на самом деле первое время был какой-то бунт, то есть все говорили, вот все. Буквально за углом у нас есть разумная жизнь, соседи, и все хорошо. Но по поводу жизни есть одна небольшая проблема. Вот здесь вот показано соотношение звезд. Вот это вот наше солнышко, а вот это просим. То есть как мы видим, эта звездочка всего лишь немного больше Юпитера. Она очень маленькая. Поскольку она очень маленькая, соответственно, она и светит очень слабо. И ее зона обитательности очень близко. Ну, как бы, я не знаю, насколько вам видно, но вот здесь вот орбита Проксимы, а вот здесь вот показана орбита Меркурия. То есть там вся система, да, планетарная, она находится гораздо ближе, чем орбита Меркурия. То есть очень близко к звезде. Ну, казалось бы, звезда-то слабо греет, ну, понятное дело, когда там костер слабо, к нему можно ближе подсеять, да, когда сильно греет, подальше нужно отсаживаться. Но проблема в чем, что чем меньше звезда, тем чаще на ней возникают вспышки, так называемые. То есть идет выброс, массивный выброс массы звезды. То есть, да, это вещество звезды вылетает и летит таким ударным фронтом. И проблема заключается в том, что, скорее всего, вот именно эти вспышки, они просто выжигают всю жизнь на планете, если там даже кто-то и пытался зародиться. Поэтому, да, это громкое событие, да, это рекорд, да, это очень интересно, но высокоразвитая жизнь земного типа, скорее всего, на этой планете не сможет выжить. Вот. Ну, на самом деле еще не все так однозначно, то есть там есть какие-то слабые надежды, то есть люди пытаются придумать механизмы, когда все-таки бы это смогло, этот сценарий смог быть реализован. То есть, поскольку планета очень близко к звезде, возможно, там произошел гравитационный захват, как у нас у Земли и Луны, да, то есть Луна повернута к нам постоянно одной стороной. Возможно, там планета также повернута всегда одной стороной к своей звезде, и на другой стороне, может быть, кто-то смог бы выжить, ну, как минимум, какие-нибудь простейшие факты. Вот. Вот. Однако, кто еще интересного можно рассказать про экзопланеты? Вот этот случай, он не единичен. И на самом деле многообразие планетарных систем, которые открылись перед нами в последние годы, оно просто поражает воображение. И один из ярких примеров, это система Глиссе 667. Это тройная система, то есть там есть две звезды, которые близко вращаются друг по кругу друга, и по далекой орбите от них вращается третья звезда. И у этой звезды было обнаружено несколько планет, в том числе три, ну, точно в зоне обитаемости, еще одна под вопросом. То есть, фактически, сейчас мы можем видеть такую планетарную систему, в которой будет не одна планета в зоне обитаемости, а целый набор. То есть, выбирай, куда лететь. И они все рядышком. Если вы прилетели на одну, то перелететь на другую вообще не составляет проблем. Ну, и опять-таки, вероятность того, что там сможет зародиться жизнь, если их несколько в этой зоне гораздо выше. И это, безусловно, интересно. В итоге, люди рисуют вот такие вот замечательные картинки. Это не снимок, естественно, это иллюстрация. Вот таким образом выглядел закат на одной из планет. То есть, вот эта большая звезда, которая садится, и вот рядышком вы видите еще две звездочки. Вот. То есть, конечно, замечательные картины рисуют наше воображение. И это вдохновляет многих ученых совершать, вернее, делать очень громкие заявления. Возможно, вы услышали про совместный проект Мильнера и Хокинга о том, что люди планируют отправить спутник к ближайшей звезде, как раз к Поксиму Центаври. И проект заключается в том, что у них будет солнечный парус, у них будет небольшой спутник весом 1 грамм. Они соберут такую огромную установку из кучи лазеров. Всеми этими лазерами одновременно выстрелят этот парус. Таким образом, разгонят его до околосветовой скорости. И этого хватит для того, чтобы за 20 лет долететь до ближайшей звезы. Но здесь нужно сделать очень много поправок. На самом деле, очень громкая история. Ну, во-первых, потому что там Стивен Хокинг. Все, что связано с Стивеном Хокингом, это сразу сенсация. Это в том числе тоже оказалась сенсацией. Журналисты очень много говорили, что вот в течение 20 лет у нас будет такой проект. Полетим к ближайшим звездам. Ну, здесь нужно вылить ведро холодной воды себе на голову. И хотелось бы прояснить следующий момент. Что на самом деле у них задача создать проект, который бы позволил за 20 лет долететь. А не за 20 лет долететь. Никто не говорил, что через 20 лет они уже будут у цели. Во-первых. Во-вторых, у них там сейчас финансирование порядка 100 миллионов долларов. Это финансирование. Они открыто заявляют, что им нужно только для создания рабочего проекта. Никто ничего не будет строить. То есть люди просто сядут и очень внимательно посчитают, насколько это теоретически возможно осуществить. Поэтому на самом деле этот проект, грубо говоря, первый намек на то, что когда-нибудь мы сможем реализовать подобный проект. Здесь будут просто отрабатываться сценарии, насколько это реально. И вообще, стоит ли таким способом пытаться реализовать этот проект. Либо же нет. Ни о каком заявлении о том, что в ближайшие 20 лет они уже доберутся до ближайшей звезды, не было. И быть не может, к сожалению. Поэтому придется немного подождать. Но, тем не менее, что мы можем рассчитывать в ближайшем будущем? Поскольку мы знаем, что экзопланет много. Мы знаем, что они абсолютно разные. И мы знаем, что есть достаточно солидное количество экзопланет, на которых теоретически может существовать жизнь. И здесь нам очень бы хотелось знать наверняка, а вдруг там что-то есть. Каким образом это можно сделать? То есть, увидеть зеленых человечков мы не сможем. Очень далеко. Но есть такой хитрый момент, в котором мы можем их обнаружить. Есть какие-нибудь идеи, как мы можем это сделать? Именно зеленых человечков, и просто... Жизнь, да. Неважно, красных, фиолетовых. Нет. Самый интересный способ сейчас, как на шубе, поделитесь, про маркер жилья. Да, да. Ждать радиосигналы не было. Ждать радиосигналы очень долго и непродуктивно. И на самом деле, наиболее перспективный способ, который сейчас видится в науке... То есть, опять, строить космические корабли дорого и долго. Ну, Хокинг, он выдающийся ученый. Мы все-таки, я же говорю, сомневаюсь, что в ближайшее время что-либо подобное будет создано. Мы можем посмотреть просто на атмосферу планеты. И если в этой атмосфере мы найдем так называемые биомаркеры, то есть, газы, которые выделяются в процессе жизнедеятельности каких-либо живых существ. Например, одновременное нахождение кислорода и метана в атмосфере является очень ярким признаком... Ну, и углекислого газа является очень ярким признаком того, что вот кто-то там производит этот газ. Это может быть либо какие-то какие-то хитрые тектонические процессы, да, либо же все-таки вероятнее всего живые существа. То есть, на Земле это делают либо крупный рогатый скот, да, либо простейшие бактерии. То есть, если мы это увидим, то у нас будет серьезное подозрение, что там либо коровки бегают по лугам по сути, ну, либо же как минимум какие-то бактерии существуют на этой планете. Очень большие надежды в сфере решения этого вопроса возлагаются на телескоп имени Джеймса Уэбба. Вот так он будет выглядеть. Многие называют его преемником телескопа Хаббл. Все мы знали, ну, как минимум слышали про телескоп Хаббл. Вот здесь идет сравнение, собственно говоря, зеркал этих двух телескопов. Здесь проблема в чем, что такое большое зеркало не поместится ни в одну ракету, и поэтому он будет раскладной. То есть, на самом деле, у него зеркало состоит из трех сегментов, и он будет так как раскладушка разворачиваться. Вот, кстати, многие слышали, почему зеркало Хаббла именно такого размера. Это очень такая известная история. Про то, что зеркало Хаббла они могли сделать больше, потому что больше не влазило в ракет. То есть, на момент создания этого инструмента не было еще технологий, которая бы позволила создать раскладное зеркало. То есть, зеркало нужно было делать целью. И сделали максимального размера, который можно было поместить в ракету. Очень интересная история связана с тем, что на самом деле зеркало могли сделать чуть больше. Оно 2,4 метра, его могли сделать там 2,6, 2,7. Сделали именно 2,4. И я очень люблю рассказывать историю всем любителям глобального заговора, которые утверждают, что Хаббл, ха-ха. Не верьте, что Хаббл запустили для того, чтобы делать науку. На самом деле, это же оптический телескоп, да, спутник-шпион. Самый совершенный спутник-шпион. Он вам рассказывает фотографии, да, он присылает все это в фотошопе. То есть, он на самом деле влетает и шпионит за всеми. А вы как бы восхищаетесь, а вот вас берут и фотографируют. Так вот, замечательная история связана с тем, что, когда проектировали Хаббл, изначально зеркало там хотели сделать 2,6. Но на самом деле, компаний, которые могут произвести зеркало такой точности, немного. То есть, на самом деле, в 90-м она была только одна. И так к ней обратились, дали техническое задание. Им ответили, ребята, давайте мы сделаем не 2,6, а 2,4. Но оно будет стоить в полтора раза дешевле. Они сказали, ну вы же понимаете, это самый совершенный инструмент. Там же, как бы, у нас идет вопрос о том, что чем больше зеркала, тем больше мы можем собрать света. Это принципиально. То есть, борьба за каждый сантиметр. Говорят, да, мы понимаем, но вот в полтора раза дешевле. Они говорят, ну так, в чем разница, по идее, как бы вам, что там, что там. Говорят, ну как бы вам сказать, у нас на зеркало 2,4 у нас технологии уже отработаны. А они говорят, ну, собственно говоря, откуда? Они говорят, ну вот, чтобы потом вас не убивать, мы не будем вам говорить откуда, но поверьте, вот, просто поверьте. И вот, Халлу сделали зеркало 2,4 метра, хотя потенциально могли сделать 2,6. На самом деле, почему 2,4? Потому что была целая серия спутников-шпионов, вот, у которых изначально там, по соображениям, уже от других людей было зеркало именно такого размера. И до Хаббла уже была налажена технология производства этих зеркал. Поэтому, если кто-то считает, что Хаббл это вот такая штука, которую запустили в космос, чтобы вас фотографировать, нет, на самом деле уже до Хаббла было большое количество таких штук, там была группировка, по-моему, 10 или 11 спутников, которая действительно осуществляла мониторинг за планетой Земля, а вот Хаббл это уже, как бы, копия спутника-шпиона, который действительно создавали для того, чтобы следить за звездами. Поэтому за Хаббл можете не переживать, но действительно добросовестно выполняет свою работу. Следующий большой инструмент, который также поможет в определении состава этих планет, это очень большой телескоп. Замечательное название у него, ну, European Extremely Large Telescope. Предыдущий телескоп, который сейчас является самым большим, он называется просто большой телескоп. Это очень большой телескоп. Всех мучает вопрос, как они назовут следующий свой крупный проект. Там много вариантов, типа супер-мега-большой телескоп или еще как-то. Но вот на самом деле здесь идет сравнение зеркал. Вот зеркало Хаббл, вот такой будет James Webb. Вот таким образом выглядит сейчас самый большой ныне действующий. А вот таким вот будет зеркало этого телескопа. Как говорится, вы почувствуете разницу. Диаметр будет 40 метров. Это просто, не знаю, гениальное сооружение. Вот так он и будет выглядеть. И вот здесь вот машинка. Для того, чтобы вы почувствовали масштаб данного события. Отлично. Собственно говоря, когда эти... Да, вот эти инструменты, они будут до 2025 года уже планируются ввести в строй. То есть есть большая надежда, что при нашей с вами жизни ученые смогут достаточно надежно установить, что в атмосфере какой-либо из экзопланет существуют все признаки наличия жизни. Поэтому, как говорится, поживем, увидим. Но надежда все-таки есть. Что хотелось бы сказать о заключении? В заключении хотелось бы сказать, что, по-моему, мы живем все-таки в замечательное время, когда научные открытия порой захватывают дух и становятся более интересны, чем сюжеты каких-то научно-фантастических романов. В данный момент НАСА решили развить эту мысль, и они создали такие туристические брошюры, которые, возможно, пригодятся нашим потомкам. Допустим, туристический тур к первой экзопланете, которую обнаружило человечество. Либо же к планете Кеплер-186F. Ситуация заключается в том, что спектр этой света звезды слегка смещен в красную сторону в отношении к спектру нашей звезды Солнца. И, исходя из тех же принципов, почему у нас растительность зеленая, если на этой планете будет существовать растительность, она будет красная. То есть вы можете побывать на планете, на которой будет красная трава, красные деревья, красные елки. Либо же вот такая планета, на которой в тысячи раз гравитация сильнее, чем на нашей Земле. Замечательно было бы заняться какими-нибудь экстремальными видами спорта на поверхности этой Земли. Либо же планета, на которой одна сторона повернута постоянно к своей звезде, а на другой стороне вечная ночь. То есть вы замечательно можете полететь на эту планету и построить там какой-нибудь релаксирующий центр, где будет вечную ночь, и люди будут там замечательно отдыхать. Либо же создать супер ночной клуб, который будет работать 2-4 часа в сутки и без выходных и перерывов. И тоже замечательно провести там время. Поэтому я считаю, что нам не стоит унывать. Нам нужно продолжать мечтать, исследовать и заниматься научными открытиями, которые помогут сделать нашу повседневную жизнь более радостной, яркой и интересной. Спасибо. Да, да. Ну, в общем-таки, а на какие истинные эти экзопланеты можно их открывать? Мы имеем в виду, что там не с другого боку нашей галактики, а с какому-то району. Я сомневаюсь, что на какие истинные их открываются. Сейчас, на самом деле, у нас очень небольшой. То есть, что касается Кеплера, который там вот из 3 тысяч, порядка половины, половины их за планет, открыл вот миссия Кеплер. Он вообще смотрел в очень узкий кусочек неба. У него там было порядка 100 тысяч звезд, да? И вот он просто стоял и постоянно смотрел вот в такой вот буквально небольшой кусочек. На самом деле, если мы говорим про радиус, ну, там порядка тысячи световых лет, где мы вот сейчас обнаружим. То есть, на самом деле, у нас еще очень большое поле, где... И даже в этом радиусе мы не охватываем весь радиус целиком, да? То есть, наблюдения Кеплера были вот в один узкий сект. Что же касается звезд, где мы вот методом лучевой скорости определяем, это опять-таки, вот были отдельные кусочки неба, где вот непосредственно делались. То есть, вот даже вот мы еще ближайшую сферу целиком не охватили. То есть, там еще можно открывать и открывать. Это непаханное поле. Скидка, где Кеплера, где Кеплера, 4 тысячи кандидатов, который запланировал. Да, да. Ну, вот сейчас считается, что в среднем, да, в среднем, у каждой звезды есть по планете. Ну, пока оценки приблизительно такие. То есть, понятное дело, у какой-то нет вообще, у какой-то несколько, но в среднем, где-то у каждой звезды по планете можно находить. А как ведь стать наидальшею из виновных экзот-моделл? Не подскажу вам. Точно не скажу. Ну, просто здесь ситуация в чем-то. Я же говорю, это такая очень быстро развивающаяся отрасль. И то есть, если у нас сегодня есть рекорд, то буквально через месяц у нас рекорд уже меняется. Через месяц опять меняется. Ведут новый какой-то большой инструмент, там сразу на порядок все изменится. Ну, с уверенностью, с уверенностью можно говорить, что, в принципе, в нашей галактике, у самых дальних звезд, скорее всего, тоже есть какие-то экзопланеты. Вопрос только, когда мы их обнаружим. Ну, вот, да, да, когда сделают супер-мега-пупер-большой телескоп. Тогда важно. Да, безусловно, это даже ближайший окрестност нашей галактики. То есть, это даже вот ближайшая половина галактики. То есть, с тем, ну, с гимнами, грузии, вам далекая-далекая галактика, или пока что? Да, с далекой-далекой галактики. Ну, вот мы еще, на самом деле, просто космос такой огромный, и у нас вот здесь вот под боком куча всего интересного, да, который дух захватывает. И вот в нашей галактике, чем можно много всего интересного открыть, поэтому, зачем нам идти в другие, у нас пока еще все хорошо. Вот, да, это то, о чем я говорил, он вот так вот будет разворачиваться, вот его зеркало. Вот, кому-нибудь еще есть вопросы? У меня есть питание. Скажите, пожалуйста, вот Хокинг сбирается в парус тебе запускать, а как нам далеки-то цей парус? Какие и почему? Они изначально, ну, собираются придать очень сильный импульс. Затем, ну, к чему? Световое давление, давление света. Поле лазера 10 на 10 километров, у нас уставлено мегалаттными лазерами, которые фокусируются в одну единственную точку. Там, на самом деле, еще одно я говорю, этот проект, там куча проблем, потому что, если даже сейчас, ну, во-первых, построить, технически сейчас нереально построить столько лаур, вам не хватит мощности. Чтобы его запитать, там они сравнивали что-то, по-моему, энергопотребление у них получается, там, что 3 потребления, соединенных штрафов, фамилийки. А ты куда за атмосферу решил, где-то такие лазеры? Да, там есть такое уровень, что, возможно, они просто спалят атмосферу всю. Там была идея строить на Луне. Строить на Луне возникает проблема с тем, что, ага, вы построите на Луне, то есть скажете, что вы будете стрелять в ваш парус, на самом деле возьмете и стрелите там в нашу страну. Мы против. То есть если строить на Луне, то только на обратной стороне, чтобы она не могла повернуться. Потом ситуация в чем, сейчас у нас нет материала, на который можно передать такой импульс, чтобы он просто не сгорел. То есть, скорее всего, если даже вы стрелите вот этот спутник, то от него там, он просто сгорит и все, на этом все. То есть нужно создать материал, который бы позволит все это отразить, это энергия и перевести ее там в кинетическую. Но идея заключается в том, что коротким импульсом за короткое время передать мощный импульс, разогнать, потом дальше мы считаем, что там и звездное пространство у нас достаточно разрежено и оно там по инерции уже летит в себя дальше. Ну опять, там возникает вопрос, а как там потом затормозить, потому что ну вы долетели, вы еще просто, ну наверное, пролетели всю планетарную систему и на этом все закончилось. То есть нужно еще как-то оттормозиться, а там никак не оттормозиться. Поэтому я же говорю, то есть то, что журналисты распиарили, это такое там. На самом деле там просто поднимается куча вопросов, которые каким-то образом нужно решить. И то есть самое максимальное, что мы сможем получить от этого проекта, это какие-то инновации, которые покажут... То есть много материалов, которые позволят более эффективно отражать электромагнитное излучение. Это уже будет хорошо, я думаю. Еще? Вопросы? Да, уже есть. На самом деле здесь ситуация в чем, что когда еще было мало кандидатов железокаменных планет в зоне обитаемости, то рассматривали такой вариант, что может существовать какой-нибудь горячий Юпитер, и возле него будет вращаться достаточно большой спутник, на котором, в принципе, тоже может существовать вода в жидком виде. То есть, возможно, еще такая ситуация, что будет какая-то большая массивная планета, и вокруг... Ну, допустим, как у нас в Солнечной системе еще остаются надежды найти жизнь на Венере и не целовать. О, в Венере, Господи. На Титане? На Европе. На Европе, на Европе, да, на Европе. На Титане там, если в жидком метане без свободы можно создать. Да, то есть на Европе, на Эйцеладе у нас есть надежда, и вот, возможно, там тоже такие механизмы реализуются. Ну, здесь нам проще еще на Европе поискать. Может быть, там все-таки подо льдом что-нибудь найдем. Ну, еще никто достоверно не сказал, что на Марсе ее нет. Там последние намеки утверждают на том, что вполне даже очень может быть вероятным. Ну, я думаю, как раз следующая лекция очень подробно расскажет о том, есть ли еще вероятность найти жизнь на Марсе. Потому что на Марсе были найдены источники метана. То есть там метан периодически появляется, и он появляется не во всей атмосфере, а вот именно локально. И что-то локальное его выделяет. И, ну, есть вероятность, что какие-нибудь там бактерии все-таки выделяют. Ну, потому что... Ну, потому что... Ну, кориды там немало. Есть уверенность, да. Есть уверенность в том, что крупного рогатого скота там нет, но вот бактерии вполне возможно... Ну, то есть еще не до конца закрыт вопрос, что на Марсе нет жизни. Ну, я же говорю, эксперт будет через две недели. Я думаю, лучше это, ну, спросить у нас, более подробно расскажем. Если позволите, про метан на Марсе, там зараз летает витальный аппарат. Да, я знаю. Який привез туда с Киапарелли, так? А, ну, куда-то, куда-то снова. Вот, я думаю, на борту того космичного аппарата встановлена одна штука, сделана в головне астрономической обсерватории нашей. И эта штука, я как раз, маю вызначить, ну, как вважают те, кто ее сделал, биологичного чи не биологичного походжения там метана. То, что мы можем отизнать, если уже скоро цель. Так что вот, очень скоро. Поступ, да, поступ и... Ну, и плюс в 20-х у них там полетит новый марсоход, который уже должен очень-очень-очень точно сказать, если он там сможет покопаться и вполне возможно не идти. Да. Все?